всем привет я хочу вам немножко рассказать про керамику которая изготавливают в турции ее очень много это такая национальная достопримечательность скажем так в турции очень много фабрик и места где изготавливают керамику в данном видео я расскажу про небольшую фабрику которую мы заезжали по дороге в каппадокию то есть вот вы видите здесь перекресток на котором собственно недалеко от которого расположена эта фабрика вот ну как бы практически в центре турции регион вот этот каппадокия называется такое известное место и там вот есть такая фабрика сегодня вам про нее расскажу на улице перед зданием также выставлены образцы работ уже и раскрашенные и не раскрашенные что можно с ними фотографироваться потрогать посмотреть поближе ни в чем себе не отказывать все изделия эти изготавливаются вручную мастерами и расписываются вот эти все рисуночки конечно же тоже все это вручную происходит очень трудоемкая такая вещь в плане форм и продукции да это очень разнообразная продукция вот здесь вы видите такой необычной формы кувшины с кружочком посередине которые используются для вина его дяденька нам показывает как собственно этими кувшинами пользуются для чего этот кружочек здесь нам показывают ну такой аттракцион для туристов некий как собственно изготавливают изделия вот этот круг да гончарный сверху укладется эта масса и ручками ручками это крутится штуковина и руками вылепливается собственно форма мастер на сидит показывает как делать сбоку там рассказывают ну как это все происходит какие формы можно сделать здесь вот пригласили туристку попробовать и предложили надели на нее бабушкины штаны чтобы она не испачкалась и там она в итоге сделала вазочку такую типа сахарницу вот своими руками здесь вы можете видеть собственно разнообразные изделия которые делают ну там еще есть это на фабрике да такой как выставка тире магазин то есть все что выставлено можно не только посмотреть но и купить конечно цены очень дорогие в принципе это ручная работа и это не дешево но еще учитывая что это прям фабрика фабрика там вообще конечно цены еще дороже то есть например если вы хотите себе что-то купить из этой области то можно на любом базаре или там в магазинах посмотреть по всей турции полно этих изделий ну я имею ввиду по ценам можно найти вполне приемлемые варианты и что-то себе привести домой на память просто поставить да там как красивую тарелку или использовать для еды вазы всякие красивые здесь как вы видите помимо тарелок да даже делают какие-то мелкие предметы какие-то там собачки и птички еще смотрите слепо висит тарелка таким голубым немом и домиком написано туркия то есть они также изготавливают очень часто как для туристов до такой реквизит с надписью городов где вы побывали таких изделий очень много в туристических местах что еще вы там видите в левом правом верхнем углу в левом верхнем углу тарелка истамбул написано тоже там изображены достопримечательности то есть делают роспись также для ну на туристов это такое ориентировано что тут еще кувшины да всякие много разных вас красивых делают и просто декоративных и также можно их использовать конечно бесчисленное количество тарелочек всяких мисочек и маленьких-маленьких совсем таких мисочек прям вот раз различных размеров вот эти правее которые стоят такие там голубенькие совсем почти как на персточек какой-нибудь соус туда положить ну они вполне по приемлемым ценам можно их использовать дома для красоты для еды до использовать вот даже я хочу сказать вот в обычных универмагах там где все подряд то такие магазины большие там же есть отдел с посудой мне кажется там в том числе я видела какие-то вот такие с национальной росписью не факт конечно что там и наручная работа но во всяком случае красивые что еще хочу сказать по поводу самих рисунков как мне кажется что каждому региону принадлежит как бы свои рисунки поскольку территория турции большая то есть разные 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 вот регионы да в турции и как мне это представляется что из каждого региона он характерен своей росписью как у нас есть там палих то хохлома также и у них немножечко и не сильно в этом разбираюсь но во всяком случае меня такое сложилось впечатление что есть какие-то свои тематические рисунки еще вы смотрите делают плитку керамическую тоже с росписью эта плитка может идти как на сувенир но также эта плитка используется для строительства то есть эту плитку можно реально увидеть в каких-то там мечетях даже каких-то домах можно увидеть ну конечно каких-то вот исторических местах можно увидеть еще можно домой себе захватить потому что ее продают как и в оригинальном виде виде вот плитки до керамической также и продают сувенирные магнитики небольшого размера которые изображают собственно эту плитку очень красивые я в свое время такие покупала и на подарки и у меня по моему то что дома где-то висят в общем такие миленькие здесь вы тоже видите вот тарелку с изображением тюльпанов как стало мне известно что тюльпаны на самом деле родом не из голландии как многие из нас ранее считали да потому что там их сейчас много выращивают и оттуда поставляют во многие страны вот оказалось что тюльпаны родом из турции что в голландию их просто завезли в определенный момент и стали уже там активно выращивать поэтому на турецкой керамике очень много вы можете увидеть узоров изображающих тюльпаны и почему-то даже голубенькие тюльпаны вот в основном не красненькие а именно голубенькие вот в общем наверное это все что я вам хотела рассказать про керамику если вам будет интересно я думаю при поездке в турцию вы сможете сами более подробно изучить эту тему либо посмотреть еще что-то в интернете а пока я с вами прощаюсь до новых встреч впереди ждет вас еще что-то интересненькое поэтому подписывайтесь на мой канал ставьте лайки мне будет очень приятно пока пока